Чемпионат Европы по Панкратиону Также несколько этапов прошли подготовку силовая, техническая и подведение, скоростная тактическая подготовка. Все по плану. Хорошо готовился к этому старту. И соперники были все нормальные ребята. Просто у меня получилось произойти их технические. Евгений Бондарь также праздновал победу. Он стал лучшим в весе до 84 килограммов. Его тактический замысел заключался в нарабатывании домашних заготовок. Как оказалось, трудился на протяжении нескольких месяцев не зря. Один из стандартов пригодился в решающем поединке, в котором тюменец сошелся с украинцем Германом Городецким. Отрабатывали один прием. Контрприем от гильотины. То есть тоже удушающий один прием. И данный наработок сыграло в финале. То есть соперник прихватил меня за шею, но сам попался на удушающий прием. Иван Романов привез домой серебряную награду. В разряде до 100 килограммов сибиряк уступил еще одному украинцу Александру Писенко. Конечно, хотел золотую медаль. Хотел первое место, но буквально в один балл в финале проиграл. Чуть-чуть не хватило. В конце боя допустил одну ошибку. И она мне стоила победного места. Поторопился. Поторопился со своими действиями. Налетел. И соперник меня на этом подловил. Впереди у спортсменов небольшой отдых, а затем подготовка к боям, которые они проведут по правилам ММА. Пока руководство Красноярского Енисея размышляет о том, станет ли Тюменский стадион-геолог для них домашним хотя бы на несколько встреч Премьер-лиги, верхнее поле уже успели оккупировать футболисты Амкара. В региональной столице проходит второй тур первенства России по футболу среди юношей 2005 года рождения. В третий игровой день МФК Тюмен ЦСБ уступил Пермикам. 1-5. Хотя первый тайм завершился в ничью. У хозяев результативным ударом отметился Вячеслав Филатов. Сначала мы играли 4-3-3, потом мы перестроились 4-4-2. Потому что уже видели, что все хорошо в нападении, в защите и хотели больше забить. Начали не очень хорошо, но как-то так, слабо. Потом собрались силами и выиграли. В составе гостей хитрик оформил Семен Пищальников. По голу в ворота тюменцев забили Иван Юзифович и Олег Ватолин. Сказалась жара, потому что в этом сезоне не играли под жарой. И еще индивидуальные ошибки игроков. И проиграли центры, я считаю. Из-за этого пошла ошибка к обороне. И потом уже, естественно, к квартарю. В общем, я не скажу, что виноват кто-то отдельно. Проиграла команда, значит, виновата команда. На данный момент в турнирной таблице первую строчку занимает Урал из Екатеринбурга, набравший 24 очка. Вторую – Иртыш, заработавший 19 баллов. На третьей позиции находится Алга из Уфы. ФК Тюмень идет десятым. Воспитанники мини-футбольного клуба держатся на 12-й строчке. Озеро Утиное Озеро Утиное, несмотря на свои скромные размеры, в очередной раз стало местом проведения солидного по количеству участников турнира. Но не по плаванию. На воде Тюменского водоема прошли старты чемпионата области по судомоделированию. Открылся турнир стартами моделей простейшего класса ЕК-600. Но, несмотря на всю свростоту судов, соревнования проводились в два этапа. Десять участников за шесть минут должны были преодолеть на своем катере наибольшее количество кругов. Я занимаюсь этим видом спорта, потому что папа меня отвел в один кружок, где там проводились соревнования по судомодельному спорту. Вот папа, мы смотрели, как пускают кораблики эти. Ну вот папа меня спрашивает, Коля, будешь заниматься таким спортом? Я сказал, да. Радиоуправляемый катер ФСР Николай собирал вместе с отцом. Корпус модели нашелся в Свердловском кружке. А вот все остальное пришлось сделать самому. Апгрейд судна занял далеко не один день. Корпус нам отдали, а вот мы потом с папой все сами доделывали. Мотор ставили, регулятор, приемник и провода припаивали новые. Вот сегодня как раз у меня выдался шанс хотя бы набрать больше всего кругов на моей ФСРке. Как оказалось, судомоделирование – это непростой детский кружок, которым можно занять детей. В советское время очень много увлекающихся этой дисциплиной ребят. Повзрослев, шли в военно-морской флот. Данный спорт, он как бы является шагом к большому судостроению и большой эксплуатации судов. На море, на реках, везде. То есть мы готовим кадры для этого, для судостроителей и для эксплуатации этих судов. И попутно готовим еще сейчас очень большое количество, скажем так, телеуправляемой техники. Субтитры создавал DimaTorzok